Смотрим, как проявит себя Na'Vi. И здесь аналитики сошлись в том, что этот матч, наверное, не должен стать исключением. И тоже, скорее всего, он пройдет без сюрпризов. Ведь карта Мираж, карта очень удобная для Na'Vi. Посмотрим, посмотрим, как покажут себя они в рамках Лана. Ну что же, друзья, сайдпик начинается. Давайте посмотрим все-таки, кто же, за какую сторону начнет эту встречу. В принципе, всегда эта штука решает, конечно же, как сайдпик. Ну и пока что китайцы показывают нам просто мастерство мячей. Минус 3, 3 на 2 поменялись в этом раунде на ножах. Ну и в итоге Тайлу будут выбирать сторону. Ну, быстренько пробежимся по составам. Команда Na'Vi, Свинсер, Эдвард и новоиспеченный, конечно же, игрочок Симпл. Украина, Сизет Флейми Россия, Гвардиан Словакия, Тайлу. Тут, конечно же, 5 китайских игроков. Диди, Мо, Фэнси, Атакер и Самбади. Конечно же, следим за Фэнси. Очень интересный такой игрок. Да и вообще, китайская команда, знаете, имеет свой стиль, имеет свое понимание контур-страйка. И, в принципе, такая битва стилей всегда интересна. Но все понимают расклад, все понимают ставки. И все очень многого требуют от Na'Vi. Говорили уже аналитики про Диди и про Моу, про то, что это невероятно опытные игроки, известные со времен еще и 1,6. Выступали они также, если не ошибаюсь, на одном из чемпионатов мира за сборную Китая тоже Диди, как раз-таки и Моу. Да, действительно интересная и перспективная многообещающая команда. Пусть не хватает им практики. С европейскими командами все-таки не всегда даже получается европейские ланы посещать из-за неких визовых проблем. Но, тем не менее, радует, что азиатский рынок вот так вот развивается. Но пока же начало пистолетного раунда, как мы и отмечали, Тайлу в защите. Натус Винсера атакуют. Ну и пока быстрой пистолетки мы не увидим. Это будет какая-то заготовка. Да, конечно, как говорили наши аналитики, много времени прошло там с тех старых игр. То есть в апреле, по-моему, проходила последний раз встреча между коллективами. Ну и, в общем-то, конечно же, нужно, наверное, жательно играть первым номером в этом матче. Потому что по заготовкам действительно будет очень тяжело играть. И, возможно, от этого только возникнут проблемы у тебя. Я имею в виду по заготовкам антитактик. Да, ты знаешь, дело в том, что у Нави, особенно на Мираже, всегда пистолетки, как мне кажется, особенно в атаке, были сильной стороной. Но не в этот раз. Атакер очень вовремя по таймингу зашел на джангл. Сделал минус по Сейзоду, который к такому не был готов. Но Гвардиан отвечает потрясающим хэдшотом по Самбади. И вот он. Выход на Б, по сути, уже готов. Главное пройти фэнси, который контролирует шорт. Нет, не пропускает он и Эдварда. Хорошо работает с ЮСП. Но, тем не менее, все шансы есть у Натус Винсера. Вот важнейший минус. Пока его делает атакер. Ну и вдвоем против четверых остаются игроки Натус Винсера. Но это будет крайне сложно. Но пока еще борются парни. Два в три пытаются выбить китайца. И отлично получается это у Тайлу. Ну, даже бомбу. Даже бомбу не поставили на Натус Винсера. Все мы видели, что для китайцев практически любые киллы, которые они делали в этом раунде, были достаточно просты. Медленная пистолетка не оправдала ожидания команды Натус Винсера. Я думаю, они от этого откажутся. Бомбу парни не ставили. Стало быть, сейчас будет Фурсбай. На Фурсбай, наверное, Нави сделает что-то быстрое. Но китайцы с первой же пистолетки, это Бесту Ван, это важно, дали понять, что просто так победа Нави не достанется. Ну что же, давайте посмотрим, что у нас дальше в этом матче. Это Гвардиан, это Скаут, это три дегла в исполнении Натус Винсера, три армора. У Симпла это второй армор. Ну и, в общем-то, первый агрессивный выпад от китайцев. И сразу же минус от товарища. Да, они только вдвоем успели пострелять. И Мо, и Фенси, и Атакер, по-моему, постреляли. Да, они сделали по киллу. Ну и, опять же, что хотелось бы отметить, китайцы не тушуются. Они не боятся идти в пуш, прекрасно осознавая, что у соперника будет форс. Они все равно действуют агрессивно. И эта агрессия пока работает. Отлетает Сейз, отлетает Симпл. Втроем Фурсбай против пятерых уже практически не выигрываются. Несмотря даже на то, что Мо и Атакер остались красными. Посмотри, сам Бодюже прожал Мид, Эдвард. Но тоже не будет к этому никак готов. Посмотри, вот насколько простые киллы для себя ловят китайцы. Все очень просто пока что получается. Ну и, в принципе, здесь, наверное, у топового коллектива Азии проблем против таких вот раундов. Да, конечно, если бы зажег Словак, сделал бы интрикилл со скаута. Возможно, была бы другая история. Но, в общем-то, пока что, знаете, прослеживается следы СКА в действиях Тайлу. Если честно, очень много агрессии. Ну и, ну, а как, с кого брать пример? Наверное, как из лучшей команды мира. Вот данный момент, который испытывает тоже свои проблемы, пока играют без сфера. Но, тем не менее, их Мираж — это действительно хороший пример. Их стиль игры работает. Можно сказать даже об этом. Там кипер-агрессивный стиль игры даже в защите. Ну, независимо от того, за какую сторону ты играешь. Пока работает. Другое дело, что, наверное, более показательными в этом плане будут как раз девайсные раунды. Когда у Гвардии она появится АВП, когда Нави будут нарабатывать фирменные заготовочки. Тогда увидим. Пока же полный экономический. Три ковры. Два яма. Пошел выход. Бомба очень далеко упадает. Ваш под эскру. И тут, наверное, без единого минуса для команды Натус Винсер. Ну что же, Тайлу отлично начинает эту встречу. 3-0. По экономике вообще никаких проблем. Хорошо подфармили себе деньги. Ну и, в общем-то, удачи всем, друзья. Продолжаем смотреть эту встречу. Первый оружейный раунд и первое испытание для команды Натус Винсер. Либо Тайлу. Вот все-таки решайте сами. Вы видели коэффициенты, вы слышали аналитиков, вы знаете расклад. Ну, не знаю. Мне вот такой КС очень интересен. Кстати, что самое любопытное. На Тайлу против Натус Винсер коэффициент все-таки на 0.5 ниже, чем был на Хеллрейзер. С матча против Найп. На Ашер был 5, тут 4.5. Но пока быстрое занятие Медлад команды Натус Винсер и какой двойной прожим апдауна. Вместе с шартом от китайцев. Посмотри, какой легкий фраг они нашли. Гвардия надлетает без вариантов. При этом вдвоем парни, ну, точнее один теперь уже китаец занимает апдаун. Ясное дело, что Нави к этому готовы. Но вот что делать с этой информацией? Агрессия. Агрессия в стиле Фера, наверное, даже. Вот он любит так выпадать с парыча. Не всегда это, конечно, М-ка. Зачастую это какой-то фармган. Но, опять же, это его уникальный стиль, этого интрикиллера бразильской команды. И, опять же, очень пока что правильный стиль выбрали Тайлу в этом матче. Ну, а Натус Винсер теперь уже в меньшинстве попытаются, конечно же, разыграть. Через подсадку знают, что есть на апдауне соперник. Забирают атакера и уже 4 в 4. Ну, тут-то можно и поиграться. Да, но Эдвард на шарте не контрится. Все мы прекрасно об этом знаем. Сделал он свой минус в апдауне. Сейчас самое главное не рефлексировать, но не ожидал он такого поджима от китайской стороны. Но из шарта в итоге с Б-планта забирают самого Иоанна Сухарева. Натус Винсера, в свою очередь, все-таки выстраиваются для выхода на точку А. Не знаю, хорошие это новости или плохие. Там и там по два игрока китайской команды. Но Яма контролируется снайпером. Это капитан Мо. Новости хорошие. Заметь, как пушили шарт китайцы. Все равно вдвоем. Идут на апдаун вдвоем. Убили размен, подпушили вдвоем. Да, там тайминг подловили по Эдварду. Но, тем не менее, они были вдвоем. Очень тимплейно действует этот коллектив. Пока что он нам нравится. Хорошо. Капитан Мо забирает СВП. Симплохо. Отлично работает Мо с Делпана. В джангли Сизет забирает сам Бадди. Но, в общем-то, вы видите 20 хп, 3 соперника. 15 секунд. Очень тяжелая ситуация. Да, 20 хп. Здесь даже бомбу поставить было бы просто счастьем для Дениса Костина. Именно это он и пытался сделать. Но что ты сделаешь, когда тебя контролируют шарта? Ничего. Итог. 4-0. Нави вынуждены делать еще один эко. Для китайцев. Опять об этом говорили наши аналитики. И огромным плюсом является участие именно в Best of One матче. И такое преимущество в Best of One, как 5-0, это само по себе уже хорошо. Мы видели сегодня первый матч чемпионата. Видели Хлорайзерс против Нипов. Все-таки Аширы не смогли дожить своих соперников. Да, мы тоже знали, как Нипы иногда начинают не очень хорошо. Но потом очень хорошо включаются по ходу встречи. Ну и вот теперь такая же будет тяжелая ситуация, возможно, у Нави. И нужно будет давать камбэк и вытягивать. Хотя про это пока еще рано говорить, только 4-0. Но я думаю, китайцы могут такое не отпустить. Отличный первый минус. Снова агрессия, снова из дома. Все прекрасно делают ребята. Видят последнего. Нет, предпоследнего игрока. Симпл один. Ну и Симпл с бомбой. Как-то изи. Ну мы видим, что пытались Нави сделать. Наверное, пытались одного засланного казачка пустить под Б. Сами как-то агрессивничая в миде. И, наверное, разыгрывая фейк выход на А. Но в любом случае Симпл вряд ли поставит бомбу. Хотя, знаешь, Симпл и Дигл – это союз, который заключен на небесах. С учетом того, что он сейчас, по сути, в хедзапе против одного единственного игрока, Самбади, который, ну, к сожалению, для Саши свою работу сделал. В принципе, повернись все иначе. Может быть, Симпл поставил бы бомбу. Но 5-0. То самое АВП у Гвардиана. Тот самый полноценный бай у рожденных побеждать. Действительно ли они рождены для того, чтобы победить в этом раунде? По крайней мере, сейчас мы и увидим. Да, действительно. Вот если сейчас Тайлу забирают шестой, дальше, конечно, тоже ничего страшного. Но, опять же, с каждым взятым раундом шансов все меньше и меньше на камбэк. А потом можно и не собраться. Ну и все-таки ребята играют с сильным очень соперником. Конечно, коэффициенты – это одно. Но мы понимаем, что это лучшая команда Азии. Я еще два года назад говорил, что китайцы придут, они будут играть в КС. Да, эти время ребята упорные и могут выделить очень много времени и стараний этой игре. И вот, в принципе, уже начинается. А мы видим не только китайцы, вы корейцы. MVP Project тоже участвуют на этом лане. Действительно радует, что азиатский рынок включается. И включается вот с таким нестандартным подходом к игре. Ведь пока китайцы действительно делают то, чему Na'Vi жизнь никак не готовила. Ну, посмотрим. Снова китайцы отдают middle, снова Na'Vi там хозяйничают, снайперские перестрелки. Не повезло сейчас. Не повезло. Гвардиану попадает, но в ногу. Но все-таки хорошо. Доработал Эдвард. Есть 3-кил у Natus Vincere. Ну, и тут уже начинаются первые проблемы команды Тайлу. Они в меньшинстве. Битый снайпер, он же капитан Мо. Ну, и Флейми забирает как раз этого игрока. Пошел выход именно Флейми, чем через яму здесь создает видимость. Хотя, судя по позиции симпла Эдварда. Да, вот интересно, что сделав минус, дальше он не пошел. Зря он, конечно, открывался под снайперскую позицию. Ведь снайпер не в первый раз занимает именно долпан под яму. Ну, и, в общем-то, Флейми как-то прогадал с этим. Он забрал снайпера, просто он не ожидал, наверное, что соперник поменяет АВП. Хотя, в принципе, такое могло случиться. Бывает. К чему я вел. Флейми не особенно агрессивно после своего кила пошел дальше. Да, не повезло, но в целом все делал правильно. Выход на бет тем временем от Сейзада. Ну, не повезло ему. Не забрал он Самбади. Хотя я ставил того красным. Не будем забывать, что Сейзад попал, ну, по Самбади практически сразу. Фэнсис забирает симпла. Это уже опасно. Нави, будучи в большинстве, теперь уже оказывается в меньшинстве. Еще из шарта. Атакер работает. Гвардиан одинокий размен. 1-2 остается. Прочекал, прочекал. Видел сейчас ногу соперника. А вот теперь уже посложнее будет играть против Самбади. Плюс 7 секунд. Нет, в прыжке делает минус. Самбади по Гвардиану. 6-0. Отличное начало для Тайлу. Ну, и мы видели, что ребята втроем только что взяли раунд. Не рассыпались. Очень дисциплинированно действуют ребята. Видны подготовленные раунды. И вот очень интересно, чем же ответят на Ату Свинцер. Очень непростая игра сейчас для них. И мы понимаем, что с каждым последующим раундом здесь будет жарче и жарче. Ну, по-моему, не хватает чего-то быстрого. Команде Нави-то заметил, что все 6 раундов, ну, исключая там один экономический пада, они разыгрывали очень медленно, очень вязко. И китайцы, ну, просто брали такие раунды в основном своими пушами. Да, же раунды в большинстве. Вот этот раунд мне, кстати, очень, возможно, понравится нам с вами. Хотя нет, я не ожидал, что настолько агрессивно будет работать Яма. Попытались сэндвич минуснуть, но получилось наоборот. Отдают Гвардиана и уже в меньшинстве Нави. Да, Сизет заходит на голову, но, по-моему, его видели. Ну, изи-изи фраг для капитана Моу. Второй безответный фраг для команды Тайлу. При этом страдает у китайцев только атакер. У того остается 15 хп. Симпл же уже красный флейми. Будет открываться из ковров, но в эту самую секунду ему под ноги просто прилетает Молотов. А самое интересное, что Диди еще и находится под позицию, под ковры. И флейми просто не был к этому готов. Нет, китайцы жесткие. Дым в Яму дали, дали дым в коннектор. Откинули Молотов на ковры. Моментально все перестроили. Действительно, как ты и говорил, здесь нужно, по-моему, чуть-чуть побыстрее работать ребятам из Нави. Сейчас играют очень сложные такие раунды. Мне кажется, не угадали с направлением атаки. Им нужно обычный дефолтный раунд под раскидку сыграть на точку А, и все получится. Вот действительно могут возникнуть проблемы и у АВП, который играет с Дилпана. И, если честно, по-моему, здесь нужен обычный раунд. Да, вот не думал я, что этого скажу. Но пока тушуются не Тайлу, а Нави. Именно они как-то побаиваются, по-моему, своих соперников. Но смотрим. Все-таки красного атакера на Дилпане должны забирать. Эдвар точно знает, что там кто-то сидит. Ну, или, по крайней мере, догадывается об этом. И неужели нет? Ну, занимает позицию, чтобы с КТ его просто так не забрали. Ведь атакер находится сбоку. В итоге, что мы видим? Эдвард пошел сжать. Атакеру не везет, не ловит он. Тайминг его встречают с флешкой в руках. Диде, однако, дает размен по симплу. Эдвард остается 1-3. При уже установленной бомбе у него есть отличные шансы. Но одного он пропускает в лент. Да, здесь уже, конечно, было без шансов. Не будем еще забывать, что один из китайцев был на коврах. То есть, в любом случае, даже сделай Эдвард один минус по проходящему в сайте. Воп, скорее всего, разменяли с ковров. В общем, шансы Иоанна были невелики. 7-0. И неужели это будет тот самый матч? Официальный матч, в котором Натус Винцера получит первое поражение своим новым составом. Ух, ну в хорошем настроении мы видим Тайлу. Лучшая команда Азии, друзья. Сейчас на Кураже. Отлично стартовали эту встречу. Опять же, был один формат мажоров в групповых этапах. И пока спокойный Na'Vi, но прекрасно понимают, что уже простого матча не будет. Уже нужно будет пыхтеть, стараться. Соперник, на самом-то деле, тоже ребята опытные. Опять же, наши аналитики это отметили. Что там ребята не первый и не пятый год в контур-страйке. Ну и, в общем-то, опять же, учитывая то, что ты не так много знаешь о сопернике. Хотя демки вроде бы есть, информация есть. Там можешь посмотреть азиатские, китайские турниры. Да, но ты знаешь, демки это так все условно. С одной стороны, с другой. Конечно, странно было думать, что Тайлу, приезжая на такой важный европейский LAN, будут делать старые наработки против таких грандов, как все здесь присутствующие команды. Потому что все здесь присутствующие находятся в топе. В топе мировом. Соответственно, действительно, Na'Vi здесь непросто. И вот с такой гиперагрессивной игрой, с которой Na'Vi ничего не могут поделать. Действительно, у китайцев сейчас шансы, вот в моих глазах, резко возросли. Ну, еще тоже об этом говорить. Все-таки 7-0. 7-0, друзья, это плохие новости. Хорошее начало. Такое неожиданное. Хорошее для китайской команды, для Na'Vi ужаснейшее. Ну и честно, эти ребята будут очень сильно теперь пыхтеть и не отпускать. Посмотрим, найдут ли в себе силы Na'Vi. Вот все-таки это первое такое тяжелое испытание для коллектива. Нужно перестроиться. Конечно же, сейчас взять паузу. Ну, надеюсь, что ребята сейчас обсуждают вот те пути подходов к вражеской команде. И как же все-таки скрыть эту оборону. Ну, по-моему, нужно играть просто, дефолтом, и все получится. Смеются ребята. Костин пытается вот тоже донести свою мысль. Знаешь, здесь еще и в том дело, что китайцам подобный счет 7-0. Он даст дополнительную уверенность. Они поймут, так, парни, у нас 7-0, мы все делаем правильно. У нас все получается. Это очень важно. Это очень важно, по-моему, чувствовать уверенность. Все-таки, как мы отмечали, Тайлу действительно не очень опытная команда в рамках европейских ланов. Да, участвовали они в локальных азиатских чемпионатах. Они выигрывали последние три или четыре. Наш стол аналитики, опять же, об этом говорил и еще скажет. Но вот такой вот старт. Это действительно хорошо. Ребята давно в игре. Топовая команда своего региона. И, конечно же, парни, я думаю, очень сильно готовились к домашнему чемпионату в Китае. Все-таки финал должен был пройти и в Китае. Я думаю, там пыхтели, тренировались, готовились. Ну, не слишком сильно расстроились, что турнир перенесли в Киев. Я думаю, дополнительная поездка для команды. В общем-то, все замечательно. Ну и просто нужно показать свою хорошую игру. Все, поехали дальше. 7-0 в первом дебютном матче для Тайлу и Нави в своей группе Си. Ну и вот он быстрый раунд. В общем-то, то, чего мы ждали от Натус Винцера. На ранних таймингах они уже выходят из ямы. Занимают ключевые позиции для последующего прохода непосредственно в плент А. Но посмотрим. Дыма на Делпан не хватает. Дали пока что дым на Джангл. Вот я жду. Все-таки не отрезали они почему-то снайпера через флешки против него сыграли. А, вот и дым появился. Да-да-да. Так, флешка. Фэнси все еще не решается залазить на стер. С тем временем Натус Винцера проходят все дальше и дальше. Уже устанавливают бомбу. О-энтри фраг от Самбади. Два размена от Эдварда и от Симпла. Потрясающее начало от рожденных побеждать. Китайцы, посмотри, не имеют хороших позиций для ретейка. Абсолютно дефолтные. Может и не пойдут. На самом деле экономики много, но все-таки деньги не бесконечные. И может быть все-таки стоит уже думать о будущем в такой ситуации. Ну, полезли, отдали три девайса в ноли. И вот, пожалуйста. Ну, хорошо, что Na'Vi включились со старта. И вот пауза пошла на пользу. Ребята обсудили то, что соперник играет Аплент. Издали играют через ОВП с долпаной. Один просто приходит либо в упор, либо играет на сэндвич и постоянно меняет позицию. То есть там в основном два игрока на первых таймингах. Ну, это было самым логичным решением. Просто выйти на и проверить, как же там. Сейчас будет изменение от китайского коллектива. Возможно. Поэтому давайте посмотрим, что они придумают. Ну, они придумали теперь уже с айвиком играть не на долпане, а за сигаретой. И таким образом контролировать выход из ямы. Но мы видим, Na'Vi опять же не изменяют привычной манере предыдущих раундов. Они вновь занимают мидл, вновь двойное занятие апдауна от китайцев с другой стороны. Кстати, если в прошлый раз они вдвоем снижают шорт, и апдаун занимался только одним игроком. Теперь они действительно сидят там вдвоем. Да, и все-таки пока что они именно ожидают каких-то подсадок в окна и игру через шорт от ребят из Natus Fincer. Возможно, хотят сыграть агрессивно и на корню порубить эту атаку. Но самое главное, что они вот просчитали тот момент, что Na'Vi не будут повторять раунд и не будут играть фастом еще раз на А. Это самое главное, что сделала китайская команда. И пока что у Na'Vi проблемы в этом раунде, да. Ну, хотя покоцали соперников сильно. Покоцали очень серьезно. Мы видим у DD24 хп, у атакера 51. При этом у Na'Vi практически никто не пострадал. Ну, там у Guardia на минус 2. Но, конечно, ключевым здесь моментом будет entry frag. Сейзет отчаянно высматривает окно. В то время как Эдвард на шутах поднимается в апдаун. И неужели он будет делать свой минус? DD красный, его можно легко забрать. Эдвард понимает, что если никого нет непосредственно в окне, кто-то сидит под кормушкой. И Сейзет это был легкий минус. Все-таки подловили DD, даже несмотря на то, что стянулся там Фанси. Его моментально забрали. А вот Капитан Мо отлично работает с авиком. Минус Симпл, минус Флэмми. Сейчас есть шанс забрать еще и третьего игрока. И тут он сработает, по идее. Нет. Вот это был выпад от Дениса Костина. Вот это же он точно знал, как против китайца за сигаретой с авиком нужно играть. Сам боди один, у него 1250. Точно нужно уходить на сейв, как по мне. Ритейк 1 в 3 здесь без вариантов. Ну, еще и не смог пролезть в кормушку. Теперь уж, конечно, никак. Да и даже если бы пролез, будем откровенны, Эдвард бы точно его забрал. В общем, 7-2. Нави, ну, хоть и отдали достаточно большое количество раундов, но это даже не половина. И пока они действительно все делают правильно, подлавливают китайцев на неких ошибках. Ну, и теперь результат. Китайцы сейчас должны делать экономически, скорее всего. Сизит хорош, конечно, с его выпадом, с его вот этим префом по снайперу. Просто великолепно убрал и похоронил надежду для Тайлу на победу в этом раунде. Но, опять же, мы видим, что Тайлу начинают зажиматься. Это хорошие новости для НАТО Свинсер. Тренер Тайлу должен сейчас вот говорить ребятам, что продолжайте играть агрессивно. Все нормально, вы отлично брали раунды, друзья. Ну, и, конечно же, китайцам теперь нужно думать про точку А, потому что туда Нави смогут зайти. Но Нави пытаются играть посложнее. Они пытаются комбинировать. Там то ли в окна подсадить, то ли через апдаун сыграть частенько, мы видели. Ну, и посмотрим, что будет на этот раз. На этот раз будет экономически от китайца. В легкий третий раунд должен быть у НАТО Свинсера. Кстати, не очень к месту у Гвардии. Она, по-моему, появляется снайперская винтовка. Я имею в виду аккурат по деку своего соперника. Но он открывается под Б и пропускает все-таки одного китайца. С другой стороны, это тоже плюс. Китайц, скорее всего, пытался занять Пронокс. У него это просто не получилось. Так, и посмотри, там мы... Нет, это прокидали, наверное, гранаты. Куда-нибудь сюда врываются. О, запади! Да ты что? Что ж ты делаешь? Ладно, еще шорт забрал. Но второго сквозь Смоук это Вакэйшн. Два фрага, но Симпл все-таки отвечает разменам по фэнси. Подлавливает его на коврах. Рядом тиммейт с бомбой. Поэтому все может получиться очень хорошо. Здесь отлично видит сейчас КТ спаун. Пытается дать демеджу Саше Симпл. Ну что, в принципе, позицию заняли. Бомбу поставят. Но в меньшинстве китайцы уже подобрали один калаш. И второй калаш есть у Диди. В принципе, с Диглом в большинстве могут выбить. Вполне возможно. Самое главное сейчас поставить бомбу. Посмотрите, как проходит Самбади. Он без шансов забирает Гвардиана, который просто не был к этому готов. Бомба установлена. Но Самбади пользуется этим, чтобы забрать еще и Флейми. Тут же садится дефюзит бомбу. Симпл остается один. Неужели будет тащить клаш? Нет, китайцы дефюзит до конца. И это раунд, взятый китайцами на ровном месте. Это Эйс на эко с засейвленным девайсом от Самбади. Ну, после двух энтрифрагов на бэ от команды Тайлу. Что и говорить, это идеальный раунд от китайской команды. Все с самого начала пошло не так. Сначала Гвардиан включил двойной зум. Из-за этого не попал. Просто пропрыгивающий соперник. Гвардиан, он бы такой выстрел никогда бы не промахнулся. Просто, к сожалению, не увидел для него. Была такая сложная позиция. Видимо, по таймингу в зуме. Ну и потом вы видели, что произошло. Почему побежали в дым вдвоем, это уже другой вопрос. Не повезло, что побежали на кольт. Там не повезло, что Самбади пошел прожимать сквист-смоук. И достаточно легко он забрал сначала игрока на Тетрисе. Потом и бомбкерри. Потом просто на морозе раздефюзил бомбу. Хотя, казалось бы, Симпл остался один. И Симпл это один из лучших клачеров, как мы все знаем. Но не повезло. Заметь, китайцы тоже очень хитрые ребята. Единственный девайс был на B. Играл соло. Тут такое не всегда прочитаешь. И, возможно, как раз ребята и обсуждали. Что там один, давай зажмем. Кольт где-то, наверное, на большой точке. Но ошибается капитан Моук. Пока сверкнул он своим бубном на миде. В итоге, конечно же, Гвардиан очень легко его забрал. Вот она снайперская винтовка в деле. Интересное укрепление ямы. Да, поменяли. Первый раз ребята поменяли. Но они уже сами высчитывают и выжидают атаки от Na'Vi. Именно на точку Аймена с нее начали Na'Vi брать раунды. Но почему-то не повторяют этот дефолт, который после паузы зашел. Его уже и китайцы, видите, ждут раунд через раунд. А вот поэтому и не повторяют, скорее всего. Кстати, к коврам тоже китайцы готовы. Но как-то играют на два фронта. Ковры непосредственно на самом-то деле сейчас никто не контролирует. Ходят фенсы, смотрят туда. Коннектор тоже. Да, он-то в основном смотрит в яму. В общем, очень интересный раунд. Коннектор так поглядывает себе в спину. Ну а здесь Na'Vi через флешку. А второго явно не ожидали, как работает Фенси. Ну просто из-за Молотова, из-за гранаты. Получился такой фейлик у ребят из Na'Vi. И теперь бы вот бомбу поставить. Ну, бомбу я думаю, выбьют без проблем. Все-таки пока они остаются против Фенси в большинстве. При этом Эдвард занимает упор. Какие они жесткие, ты посмотри. Молотов. А в этот самый момент, посмотри, Фенси идет. Нет, все-таки не перестрелял Эдварда, но с другой стороны поражал Диди вместе с Самбади. Он сейчас должен опять играть в планете. Посмотри, не дает ставить бомбу. А время не 3 секунды на таймере. Это 9-й раунд. Все, 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 жестко. Это 9-й раунд для Тайлоу. Просто эти Молотовы в яме вообще 10 секунд выиграли. Даже больше, наверное. Да, Фенси выиграл. На самом-то деле мы отметили это укрепление. Такие типа, да, интересное укрепление. А оно ведь сработало. Ведь Фенси сделал 2 минуса. Просто героическими усилиями потянул время за счет вот этих Молотовых, пока тиммейты стянулись в спину. И в итоге, ведь сколько времени Нави потеряли, бомба устанавливалась на последних секундах. Самбади сделал минус по бомбкэрри. Все, раунд проигран, делать нечего. А денег еще и нет у Натус Винцера. Да, и на самом-то деле жестко сработано. Несмотря на то, что Нави там сделали первый минус, потом просто провалились против второго. Опять же, так же не ожидали. Хотя ничего такого супернового Тайлу тоже не показали. Просто делают то, что нужно делать. И пока что это приносит свои плоды. 9-2 за Тайлу, друзья. Это Best of One Нави. Ну, я не знаю, парочку раундов бы точно не помешало бы сейчас за атаку. Пистолетка за защиту. И тащить, тащить, тащить. Будет очень тяжело выиграть эту встречу. Ну, а пока что смотрим за командой Тайлу. Она интересна в этой встрече? Ну, вот пока интересно было бы посмотреть за... А, Гвардиан засейвил же АВП, правильно? Насколько мы помним, да. Тогда все хорошо, интересно просто было. Но что ж, раунд под Б. Готовится рожденным и побеждать. Один сплетующий будет через шорт на миде. Эту роль будет выполнять флейми. Ну, опять у Нави, наверное, расчет должен быть на бомбу. Но весь этот расклад спалили. Просто одной флешкой туда тут же влетает Молотов. Еще одна флешка. И Нави уже не выбьет. Все. Ну, может, ты что-то слышал, но он пропрыгнул, увидел просто. Дело в этом. Ну, там еще и флешечку. Опять же, под флешку все тимплейно. Здесь связки работают. Очень действительно... Ну, нравятся мне такие тимплейные действия. Когда вот все время там играют либо через подсадку, либо вдвоем. Такой соло игры практически мы не наблюдаем от парней. И рассчитывают на командные действия. Это абсолютно правильно. И вот и начинается выход на Б-плэн с одним АВиком. Посмотрим. Здесь очень тяжелая ситуация. Сизет дула торчит. Минус пока что не заходит только у Флеймича. Ну, и все. Падает бомба. Остается тот самый Флейми один. И это десятый раунд для команды Тайлу. Шесть раундов до победы. Три раунда до конца первой половины. Ну, и пока что китайцы жгут. Китайцы очень интересно действуют против Б-плэнтаут. Сейчас я обратил внимание. Пусть это и было экономически. Но игроки команды Тайлу, вдвоем находясь непосредственно на Б-точке, еще одного оставили в апдауне. Апдаун, кстати, не дал пройти сплетущему звену команды Натус Винцера через шорт. И ведь они понимали, что у Нави Бай скорее всего не будет. То есть здесь видна, знаешь, тактическая подготовка китайской команды. Конечно, они отдавали апплэнтам. Есть Ави, которые просто... Ну, ладно, поставили бомбу. Ничего страшного. Но, скорее всего, он бы дал бы там какой-то один минус. Отожжал бы в КТ-респаун. Дождался тиммейтов. И как бы там, наверное, выбили бы ребята. И угадали, опять же, с направлением точки Б. И все шикарно. Но вот тот самый простой раунд на точку А-фаста, о котором мы говорим с самого начала практически этого матча. В очередной раз он показывает, что он работает. Ооо, вот что это был за минус Диди? Ну, не думаю, что он спасет положение в раунде. Но сквозь смог забрать бомбкерри, когда он почти поставил бомбу. Это, конечно, катастрофа. Что ж, Самбади просто сидит на долбане. Флейми не готов к этому. Самбади вешает ему хэдшот. Да вы что? И посмотри, оба игрока команды. Натус Винсера, Калену и Гвардиан, 39 хп. Ну, ладно, шансы еще есть. Больше минуты. Еще один дымок. Но вообще попали в жесткую ситуацию. Было уверено большинство. Ничего, знаешь, жесткого не сделал китайский игрок. Он четко под ящик просто прострелил. Это уже средние игроки любые исполняют. Но как Нави так подставились. Почему спешили? Времени было кучей. Ну, ладно. Все-таки они забрали Самбади. Именно Самбади здесь и пытался как-то ретироваться по пленту, чтобы его не нашли. И потом он бы уже в третий раз смог бы предотвратить установку бомбы. Здесь этого не получилось. Диди мы видим красный. Соответственно, конечно же, этот раунд Нави должны выигрывать. У них нет другого выбора фактически. Диди даже не идет выбивать. Я уверен, если эти команды встретятся еще раз, можно смело играть в Мираж команде Нави и ходить на точку А постоянно. После этой игры они поймут, неважно, какой будет результат этой встречи. Посмотрят демки, разберут. И тут уже любая команда, по-моему, и все, кто следят за своими соперниками, понимают, что если будут играть Мираж против Тайлу, то нужно именно ходить на А-плэн. Здесь либо двое, либо АВик издалека. И, в общем-то, в принципе, никаких проблем здесь нет. Да, иногда упор занимают, но все равно у Тайлу упор и на центр карты. АВ постоянно помнят. Ну, пока Диди здесь должен умирать, конечно же. Но вот на это я хотел обратить внимание. На то, что Тайлу, действительно подготовившись к защите на Мираже, оставили единственное слабое место. И вот, по-моему, это как раз А-плэн. Ну, странно, странно, они там пока стоят. Действительно, и Снайпер не всегда выполняет свою роль. Но Симпл, он, понятно, это доволен. Все-таки раунды берутся, а камбэки для Нави это не впервой. И даже не во второй раз. В китайской защите ты не увидишь парня на апдауне. Вот прошло 13 раундов. Ты видел там на головах игрока защиты хоть раз, чтобы он там мансовался на этих ступеньках, ковры, яму принимал? А, ты про голову говоришь? Нет, они вот обычно как раз сидят там снизу, возле коннектора. Они не очень агрессивно играют. Что ж, очередной девайсный раунд. Два УМП-45 у Тайлу. И Ди Ди находит возможность сделать антрифраг. Нави же разыгрывают быстрый раунд под бэсплитом. Шорт плюс ковры. Опять-таки на Б-плэнте был только один самбэ. Вот сейчас Нави угадали, да. Сейчас Нави угадали. Уже китайцы понимали, что на проблема. Действительно, укрепили в этот раз точку очень сильно. И как раз Нави все прочитали. Четко вышли. Ну, правда, Капитан Мосс создает проблему. И ставится бомба справа Эдварда. Прочекает или нет, это будет важнейший. Не прочекал. А Эдварда был красный. Три хп. Прочекает его Эдвард точно бы умер. Но сейчас ситуация в большинстве. Для Нави еще и промах. Хаешка от Атакера. Просто неудача. Да, это неудача, да. И тут уже понятно, что нужно. Понимаешь, она залетает под ноги Эдварду. Он просто не попал. Не сделал простой фраг. Вот сто процентов. И практически, посмотри демку, сам очень сильно расстроится. Ну, там, наверное, вопрос еще в том, были ли киты. Мы видим, что у Фэнси Атакера, оставшихся в живых, этих самых китов нет. Да, друзья, мы не обратили внимания вот на остальных игроков. Опять же, отлетел бы Эдвард, скорее всего, пошли бы 2 в 2 выбивать. Тут уже наверняка, видишь, просто так карта легла. Не получилось закинуть хаешку под красного Эдварда. 10-4, ну и 10-5 для Нави в атаке. Может быть, и не такая плохая половина. Там возьмешь пистолетку, 5 раундовую, вот уже 10-10. В общем-то, не катастрофическая ситуация складывается сейчас для наших парней. А вот у китайцев все не очень хорошо. Денег на последний раунд у них немного. Пока же повтор того самого ключевого момента, который... Уже, вы видели, по движениям игрока уже бомба практически была установлена. То есть там полсекунды не хватило буквально, чтобы ее поставить и выиграть по сути раунд. Но, опять же, видишь, китайцам в том моменте повезло, в этом уже не повезло. Да, вот эта игра показывает, что иногда, наверное, не нужно придумывать велосипед. Нужно играть так, как, в принципе, это делают все, и тогда у вас все получится. А вот капитан Мо сейчас тоже сыграл нестандартно с трактором и со своим тиммейтом пошел пушить ковры. В итоге Симпл отлетел без вариантов. Ну, понятно, что Нави или Флейми или Симпл точно всегда занимают позицию в коврах Аплента. Поэтому тот факт, что ее продавили в последнем раунде, конечно, нисколько неудивителен. Командой Тайлу я имею в виду. Кстати говоря, на девайсы хватило. У китайцев, у всех, кроме Самбади. Ну, Самбади ЦЗшка. Тоже нормально, ожидал я, что будет поменьше. Гвардиан, ну, пока аккуратно, планомерно хозяйничает на меду. Не успел Таймис реагировать на Диди, открывался медленно. Но это уже второй фраг для китайской команды. Ну, да, действительно, по одному как-то падают игроки на Ату Синсер. Не дойдя вот до старта раунда, даже вот и на Бэ особо пофейковать не получится. Ну, вот уже тайминговый выход от Эдварда. Чекает, мне казалось, и Диди тоже может забрать, но не получается. В шарте работает атакер. Дождался таки Гвардиана. Просто минуту практически там чуть меньше сидел парень, не дергаясь на одной позиции, и сделал свой минус. Остается Сизет. 45 секунд до конца раунда. И пока что это, скорее всего, одиннадцатый для команды Тайлу. Но это должен быть клатч один в четыре Дениса Костина, которого мы, к сожалению, сейчас не увидим. Выбора у него не было. Раунд все же последний. И по итогу, кто бы что ни говорил, но одиннадцать четыре. Команда Тайлу все-таки выигрывает первую половину. Но при этом последний раунд они берут, ну, пусть и не без ошибок, команды Натус Винсера. Как-то я отметил, шли все-таки играть в одиночку. И Симплу не повезло, его продавили в коврах. Но, тем не менее, они полный свой девайс на неотжали. Но пока сравнение игроков. Эдвард, кстати, радует своей стабильностью уже который раз, который матч, он идет на первом месте в своей команде. Ну что ж, друзья, очень тонкий момент этой встречи. Действительно, пистолетка — это крайне важный раунд. Чуть ли не ценой в этот матч для команды Натус Винсера. Кстати, Гвардиан особенно не блистал с снайперской винтовкой. Брал он ее раза 4 или 5, да, где-то 3-4, наверное, было. Но вот каких-то ярких моментов мы от него, к сожалению, пока не видели. И даже мы видим у Капитана Моу на 2 фрага больше. Ну, по экономике было тяжело. С другой стороны, ты видел, как действовал соперник. Ты видел АВП в защите в окнах? Ну, один раз, когда Гвардиан его убил. Вот единственный раз он был. И то там немножечко накосячил. Накосячил, сверкнул головой. Там очень нестандартную защиту нам немножечко интересную показали, ребята. И стайлы удивили своих соперников. Ну что, пистолетки, смотрим, сизит кастрюли. Проверит или нет, проверит, но не попадает по голове. Энтри килл от сам Бадди. Да кто это такой просто? Зверь, а не сам Бадди. Некто сам Бадди действительно сделал фраг, забрал Дениса Костина. При этом, ну, будем откровенны, очевидно, спорное решение Дениса. Идти в одиночестве с Юспом, пушить ковры. Скорее всего, он сделал ставку, что никого там не увидит. И просто соберет информацию. В итоге, да, УС подошел в упор к Глакуну. И вы видели, к чему это привело. Ну, если ты не попадаешь со старта с Юспи, то все. Это просто, считайте, что конец. Еще один минус от Атакера. Теперь путь на точку освободен. Кстати, для Нави еще одна хорошая новость. На точке они находятся вдвоем. Сейчас главное сверкнуть своей стрельбой. Но этой стрельбой сверкают китайцы. Действительно, минус от Сам Бадди. Одинокий размен от Егора Васильева. Костин знает, где последний видит Эдварда с Пистол Кингом. Решил пострелять в Сам Бадди. Пришел на помощь с подобранного Юспи. Дал два минуса. Опять же, первый минус был сделан по Сизду, который поджал. Проваленная пистолетка. Костин, конечно, должен быть расстроен. И по фрагам не заходит. Да и пистолеты сейчас просто вот отдаются на ровном месте. С его пистолета еще два фрага делается. Ну, жесть. Что поделать? Тайлу. Двенадцатый раунд для этих ребят. И сейчас, ну, буквально рукой подать. И вот, казалось бы, что мешало отыграть обычную стандартную пистолетку? Просто встать, вот знаешь, что МИ, 2А, 2Б, ну и там как-нибудь. И просто сыграть. Зачем нужно вот придумывать велосипед, когда это не нужно? И сейчас, особенно когда такие риски все-таки, ну, судьба матча решается. Ты ведь сам отметил пистолетка. Это, ну, важнейшая составляющая при таком-то счете. Мне в данный момент кажется, что все, уже победа практически в руках Тайлу. Только Нави что-то могут изменить каким-то космическим способом. А Тайлу просто осталось схватить эту победу, дожать свои раунды. И взять там, наверное, я не знаю, парочку оружейок. И все, все, что от них будет дальше требоваться. Но посмотрим. Именно в такой момент происходит обычно что-то жесткое в мире Counter-Strike Global Offensive. 4-5 в меньшинстве с двумя ЦЗшками пока будут пытаться защищаться Нави. Сизод поджимает ковры. На этот раз Саплента. Ну, и мы видим, как бомба у атаки потихонечку уходит в направлении медла. Оставляют в яме одного игрока. Посмотри, как далеко-то Денис проходит. Сейчас он может даже не отпустить Фэнси. Встретиться с Капитаном Моу он может. Или с Капитаном Моу, действительно. Но нет, не зашло. Денис понял, что нужно ретироваться, уходить обратно куда подальше, пока его самого не забрали. Но в этот самый момент основной костяк атакующей команды вместе с бомбой проходит по шорту на точку Б. И вместе с тем самым сам Бадди, который просто жжет не по-детски в этом матче. Ну и пошел выход по шорту. Два игрока команды Нави остаются на Б-планете. Третий успел в кухню, в принципе, на этот прием. Симпл, возможно, поспешил, возможно, не хотел оставаться зажатый за машиной. Эдвард отвечает, минус от Диди. И тут уже, наверное, дожмут все-таки китайцы, хотя Эдвард не сдается. Сейзот вырывается параллельно с этим из кухни. Делает свой фраг также, но остается один, потому что сам Бадди забрал Эдварда. Конечно же, для Дениса с ЦЗшкой в руках. Здесь было без шансов. Поспешил немного Симпл. Ну, я понял, на что его был расчет. Он рассчитывал в упоре встретиться с оппонентом и сделать, ну, хотя бы один фраг. Лучше, чем ничего. Он не ожидал, что соперник будет так далеко. Еще и двоих увидел как-то, знаешь, это секундное замешательство и не пошло. Да, все-таки, видимо, хотел выпрыгнуть прямо в упор уже перед соперником. А получилось, что вышел на два ствола, но и ни к чему хорошему это не привело. Так, конечно, когда прыгаешь в упор, там и соперник по своему тиммейту не всегда зажимает и стреляет по спине. И, в принципе, довольно интересно получается. Ну, пока экономический раунд начинается с фрага от Дениса Костина. Правда, Диди отвечает двумя, даже тремя отличными фрагами. Параллельно с этим бомба на Б. Да, это очень простой раунд. Отлично отработал Диди. Да, отдал калаш, но, тем не менее, три минуса. Установленная бомба и отличные шансы для его тиммейтов на победу в этом раунде. Точнее, они уже выиграли этот раунд. Сейф от Natus Vincere. 14-4. 10 раундов преимущества у китайцев и всего лишь два нужно выиграть. Я думаю, китайская команда сейчас просто покажет весь свой максимум. Очень уверенно играют ребята. Я думаю, вот уверенности там хватает сейчас. Тут важно понимать, что если у них так зашел мираж, если мираж у них так зашел в защите, очевидно, что именно эту карту они и готовили. А ведь команда, когда готовит карту, наверное, в первую очередь делает свою ставку на атаку. И, коль скоро ТЛУ сейчас вторую половину и будут в атаке играть, конечно же, для Na'Vi это не очень хорошие новости. Но два калаша они засейвили. Все-таки лучше, чем ничего. Оружие ваншотное. Соответственно, кто знает, как пойдет дальше. Может быть, мы увидим один из самых нереальных камбэков. Но все-таки мне не то, чтобы не хотелось, чтобы китайцы выигрывали. Пусть выигрывают. Молодцы. Они достойны по такой игре. Но не хотелось бы такой разрывной счет видеть. Все-таки если на Ави сейчас отлетят 4-16, я думаю, многие не поймут. Ну, Counter-Strike. А он такой, да. Вот он такой, да, суровый. Отлично, опять же, вот отлично, классно, подготовлено. Интересно действовали в защите Тайлу. Нестандартно. Опять же, всем советую, кто не успел посмотреть первую половину, там либо демочку, да, не либо, а именно лучше демочку посмотреть. Хотя и к нам на YouTube-канал тоже лучше зайти. И в повторе все это дело еще раз посмотреть. Но нестандартные, интересные эти китайцы. И, конечно, я думаю, что в атаке будет тоже что-то, хотя бы парочку раундов, но будет каких-то веселых. Ну, пока медленный раунд. Мы видим, китайцы играют в основном по дефолту. Двое находятся под B, контролируют поджимы коврова, андеграунда, бомба там же. Параллельно с этим китайцы бодаточкой уже напрягают своих соперников. Ну, или соперники их напрягают. Вот уж с какой стороны посмотреть. Гвардиан с Авиком. Ну, играет не очень стандартно. Со стерсов, со снайперской винтовкой. Что сделала китайская команда? Она не вышла в мидл. Подошли там чуть-чуть ближе к ступенькам B ковров. Подождали поджимов, ушли. Ямы подождали поджимов, ушли. Очень аккуратно стоял игрок в коврах. А в самом начале смотрел поджимы. Они просто вот никуда не шли, чтобы не умереть и начать свой раунд в пятером. Это тоже иногда правильно. Ну, в итоге, опять же, тоже не растянули оборону. Три игрока Нави уже готовы к приему. А дело еще и в том, что у Нави-то гранат не очень много. У них в основном флешки. Один Молотов, одна Хаешка с Макову. Не для того, чтобы этот выход как-то законтрить для китайцев. Все дороги открыты. И красная дорожка лежит у них под ногами. Флейми ловит флешку. Два игрока Нави. Два игрока Нави в пленту. Что делают китайцы? Да это просто какой-то дикий раунд. Они что, думали, что все там за дымами? С другой стороны отлично действует на Атус Винсер. Вот как раз вот тот самый дым, который закрывал игроков. Это был дым ребят из Нави. Я думаю, это вряд ли китайцы его так криво на план бросили. Но бомба. Вроде как стоит даже под Фенси. Понятное дело, что его сейчас должны как-то забирать. Нет. Ну, одна-единственная флешка. Фенси отгоняет. Бомба будет раздефьюжена. Фенси еще и допускает два очень досадных промаха. Хотя свою снайперскую винтовку все-таки засейвал. Еще один момент. Нужно, наверное, потом пересмотреть по демке. А была ли у него возможность отстреливать дифьюжащего игрока с любой позиции? То есть вроде как бомба стояла под него. Наверное, нет. Нет. Простреливать, по идее, мог. Ну что ж, друзья. Смотрим за продолжением этой встречи. Очень тяжелый раунд только что. Вытащили на Атус Винсер. Хотя вроде бы тоже ничего для них страшного не было. Но психологически он был такой крайне важный. И если бы все пошло не так, это считайте, что все, конец этой встречи. И что делает Фанси? Вы посмотрите. Энтри-фраг. По гвардиану. Кто бы мог подумать. Вот это Фенси, который буквально полсекунды назад, полминуты назад так мазал. Ну ладно. Эдвард опять на шарте. Он снова не контрится. Забирает капитана Моу. Ну, невероятным префайером. Просто выпадом через полмеда. Хороший размен в исполнении Уана Сухарева. Это 4 в 4. Ну, пока что идут к Сизиду в гости. Это будет Ави. К Фанси все-таки первым пойдем. Хотя сам Бадди хотел здесь деглом проверить вражеские позиции. Ну что же. Тут, кстати, может случиться беда с Костиным. Если он каким-то образом подставится. Чувствует. Чувствует, что что-то не так. Может быть, даже слышал. Кто его там знает. Но в любом случае, Нави понимают, что сейчас какая-то движуха в коврах точно есть. И китайцы понимают, что Нави это понимают. В итоге уходят вместе с бомбой оттуда. Куда подальше раунд будут разыгрывать. Ну или через шорт, или по даму. Видим, что на яме сейчас есть Диди. Который может обеспечить сплит в случае чего. Но пока китайцы действуют медленно. В общем-то, девайс у них тоже только 2 на четверых. Это вставляет определенные палки в колеса. 40 секунд до конца раунда. Нужно что-то решать. Отлично. Забрали Диди. В наглую пытался без ничего выйти из ямы. Нарвался на Симпл. Обратите внимание, у какого парня в руках сейчас АВП. Кто там третий снайпер в команде. Хотя его моментально забирает сейчас Фанси Шарта. Ну и выход на Эдварда. Точнее на Сейзда Эдварда. Но тут все шикарно. Ну очень легко для Дениса была. Ну была эта приемка. В общем, организована китайцами. Самбади какими-то нечеловеческими усилиями. Просто забирает Сейзда. Но тут же натыкается на Эдварда. 14-6. Полноэкономически ожидает китайскую команду. Все-таки у их стиля, наверное, есть один существенный недостаток. Если уж раунд у них так и не получается, то не получается и бомбу ставить. Хотя на первом девайсе нам поставили. Тут дело не в стиле. Тут пока что два очень дисциплинированных раунда пытались нам показать ребята из Китая. По крайней мере, один оружейный, второй из того, что было делали. Не знаю, посмотрим, что они решат дальше. Но мне кажется, надо как-то пожестче растягивать именно ту Свинсера, если они хотят все-таки выиграть в этой встрече. И, ну что, будет ли жатва? Нет, только один минус обеспечивает Симпл. Ну, в принципе, встретившись там с тремя игроками, вот так вот в упоре, наверное, не мог. Он просто развернуться и убежать. Нужно было стреляться. Я думаю, Симпл и сам понял, что его там ожидают. В целом для Na'Vi все неплохо. Пошел, пошел на поджим дальше Эдвард. Заберет, скорее всего, и Фанси. Ну и отлично остается сам Бадди. 7 хп, атакер, соточка. Но, в общем-то, вы понимаете, это седьмой должен быть раунд для Natus Vincere. Хотя без фрагов сам Бадди не уходит, делает минус дегла. 7 хп остается у этого игрока. Ну и, понятное дело, вряд ли он сможет такой космический раунд потащить. Хотя бомба есть, времени еще целая минута. Поэтому, конечно, всякое бывало, но, наверное, не сегодня. Ну и не собирается. Мы видим, сам Бадди тоже просто так идти куда-то. Немножко посидит там, посидит тут. Может быть, кто-то придет на поджим. Может быть, заберет кого-то, и это уже будет один в два. А это уже не так безнадежно. Хотя, конечно, в целом, я думаю, сам Бадди и сам понимает, что к чему. Ну, скорее, это время используется для неких обсуждений. Хотя, вроде, китайцы тоже не особенно разговорчивы, как мы видим на камерах. Нет, ну там вот дальний-дальний игрок рассказывает что-то периодически. Ну, в общем-то, общаются парни тоже. Да, общаются. Ну, опять же, грамотно используют время, которое у них есть. Правильно? Ведь это намного лучше, чем просто пойти и умереть. А сам Бадди, может быть, еще и словит. Ну, не словит, конечно же, соперника. Флейми все сделал правильно, забрал сам Бадди. Это уже 14-7. А это уже всего лишь двукратный разрыв. Это уже не так много. Ну, знаешь, да, но вроде бы не так много 7 раундов между командами. Учитывая то, что нами в защите и сейчас уже появилась экономика у команды. Но всего два. Всего два нужно выиграть команде Тайлу. И, честно, эти ребята что-то придумают, мне кажется. Ну, должны. Хотя бы уж на... Попытаются. На ничью на овертайме уж точно должны. Но пока отказываются от ТВП Тайлу. Не знаю, из-за отсутствия экономики или просто из-за отсутствия желания. Гвардиан. Вот что-то интересное имиду попытался сделать. Может быть, даже выйти оттуда. Ну, как-то он вот в окне там сидел. Ну, нет. Потому что пришел обратно. А Эдварда немножко коцают. Уже привыкли к его стилю игры. Но Иоанн Сухарев и здесь умудряется сделать антрефраг. Забирает Диди. Но вы подумайте, уже точно знают, что Эдвард постоянно играет агрессивно в шарте. И все равно раз за разом Эдвард делает свои фраги. Потрясающая работа Ваня. И вот оно. Большинство для Натус Винсера опять у Тайлу некие проблемы. Они вновь собираются выходить под Б. Здесь Сейзот. У него на саппорте есть также как раз Эдвард. Эдвард, которого накоцали. Отличная вроде бы сейчас гранатка. Это Молотов пошел. Нет, все-таки не сильно. Он тут по соперникам демиджа дал. Но тем не менее, пока что выход не самый перспективный. На два ствола выходят. Хотя вот это провал. Какая ошибка от Эдварда. Просто с гранатой в руках погибает. Ну что, убить Сизода? Ну вот как-то замешкали сетей другие. Да, получилось у Дениса сделать один килл. У атакера три хп. Гвардиана, может быть, сейчас даже прожмут. Посмотри, в мертвой зоне у него соперник, который просто забирает Гвардиана в тыл. Это жесть. Точнее, в тыл во фланг. Только что, чуть не ошибся капитан Моток. Он еще выходит и ставит хэдшот по флейме. Смотри, как нагло действует этот парень. Он как раз понимает, что нужно действовать агрессивно. И Симпл один против троих. И тут просто сумасшедший момент. Сам Бадди спиной нарывается. Кстати, на Форесте парень мог получить. Он был красным. Но это 15-й раунд для Тайлу. Что происходит? Тайлу идут к мейджору. Вот это приговорил. Еще мейджора нет. И они уже к нему идут. Ну в следующем году уже. Ну дай-то бог. Дай-то бог, чтобы не только мейджор мы увидели. Что-то покрупнее. Но пока 15-7. Нави проигрывают этот раунд. Опять же, череда ошибок. Сейзет не смог сделать больше одного кила. Хотя соперники поворачивались к нему спиной, выходя из ковров. Это тоже был важный момент. Два он мог бы там и найти. Прожим кухни от китайцев, к которому Нави никак не были готовы. Ладно, Гвардиан забирает фэнс. Но это был легкий минус. Второй, наверное, просто так на него не пойдет. Что-то китайцы вообще не по шансам действуют. Тем не менее, капитан Мо на Апленте дает минус. Хотя Флеймик красавец забирает сам Бадди. Центр, тем не менее, пошел. Да, минус Диди. Выходит коннектор. Атакер забирает Флеймик. Да как так? Гвардиан остается с Изедом против троих. Забирает все-таки красного атакера. Ситуация выравнивается. 2 в 2. Сейзет по-прежнему контролирует мидл. И не просто так. В миду есть один из его соперников. Пока капитан Мо высматривает Гвардиана на джангле вместе с Сейзетом. Опасный момент. Гвардиан все-таки успел поменять позицию. Подловил капитана Мо. И Диди остался один. Но вот индивидуально китайцы допускают ошибки. Без этого не уйти. Да, вот сейчас капитан Мо ошибся. Потому что все-таки не ожидал выпада от Гвардиана. Голова торчит. Диди это видит. Забирает Костина. Что же это с Костином в первом матче не так-то? Не везет ему периодически. Мы видим, но бывает. Гвардиан контролирует бомбу. Это самое главное. Бомба лежит под ямой. Диди осознает, что времени не так много. Ведь нужно и до бомбы добежать. И как-то с Гвардианом справиться. Но Гвардиан ожидает соперника не из той позиции. Один фраг до победы. Один фраг до победы китайского коллектива. Итак, Диди на шифтах. Все-таки подберет бомбу. Гвардиан пока повернут ему спиной. Услышит. Услышал? Да. Видит тень и делает минус. Очень уверенно. Не дрогнула рука Словака. 15-8. И Na'Vi пытаются не поломаться и не сломаться в этом матче. Все-таки идут на овертаймы. Но это будет очень сложно. И Тайлу все прекрасно понимают. Хорошее настроение. Идет игра у ребят. И тут просто один раунд. Какой? Уже не важно. С деглами, не с деглами. Зажжет кто-то, не зажжет. Главное каким-то обычным образом. Пятью фрагами имею ввиду. Забрать этот раунд. И все. Что ж. Задача казалась бы не сложная для Тайлу. Но Na'Vi настроена на победу. Что же мы видим у них в руках в этом раунде? Один фармган есть у Эдварда. Очень хорошо считает экономику. Товарищ Сухарев. У него MP7. Два Фамаса у Флейми и у Сейзада. Ну и традиционная ВП у Гвардиана. Ну что же. Посмотрим как сыграют эко-раунд Тайлу. Здесь понятная ставка на установку бомбы. Которая выходит из ковров. Но вот нежданчик в виде флеймича. Такой себе стопор в коврах был установлен. Natus Vincere. Ну и в общем-то здесь без проблем. Здесь отлично антифорс сыграли. Либо антиэко. Называйте как вам удобнее. 15-9. Еще один матчпоинт отыгран. Но теперь будут пушки. По идее. Если там не 4-100. Нет. Есть MP. Ну наверное еще один эко сделаю. Все-таки. Не. Ну 3-4. В защите точнее. Есть понятное дело АВП. А в защите. Нет. В атаке я имею ввиду еще один эко будет. Ты посмотри. Там 3-300. Хотя кто купил? Диди. Что купил Диди? Он до 1000 закупился. Наверное парни рассчитывают от того, что он там купил. Сейчас посмотрим. Наверное гранаты скорее всего. Плюс армор какой-то. Ну все потратили немного денег. Да. Но при этом экономику свою засейвили для следующего раунда. Все правильно делают китайцы в этом плане. Все команды сейчас играют подобным образом. Особенно. Ну знаешь. Не сейвят деньги. Которые все-таки не понадобятся. Может быть и такой раунд возьмут. Конечно. Все может получиться даже сейчас. Один какой-то entry kill. Где-то кто-то ошибся. Все-таки еще один. Вот еще такой мощный более-менее девайс есть. Это Галил. Хотя и деглы могут. И СЗшки там в упор сработать. Ну что ж. Смотрим. Начинается атака. Опасно. Выходит. Ребята. Гвардиан пока что не минусует ковры. Минус от флейми. Минус от Гвардиана. Симпл. Хорошо. Нет. Сейчас все спокойно. 15-10. И еще всего 5 матчпоинтов. Уже всего говорю. Да. Но Na'Vi принимали этот выход. Дело в том, что принимали они его вчетвером. Стояли они вчетвером на планте. Поэтому для китайцев здесь совсем никаких вариантов не было. Ну ребята там прыгали из окна в начале раунда. Контролировали мидл. Видели, что никто не заходит и даже не палится. И в общем-то все четко по таймингу. Пошла стяжка на точку А. 15-10. Best of one, друзья. Сумасшедший матч для Na'Vi и Tilek. Наконец увидели второе АВП. Денис Акостина в роли этого самого второго снайпера. Напомним вам. После перехода Симпл заявил, что не будет он снайпером в команде. Разве что третьим. Вторым снайпером по-прежнему остается именно Saison. Ну в общем-то старички Na'Vi свои пушки не отдали. Да. Так и есть. Действительно Симпл не смог выбить этот девайс. Самое главное, чтобы команда играла уж кто. На какой роли это не самое важное. Tilek, кстати, играет без АВП тоже. Просто в пять калашей. Но по раскидкам все достаточно плотно. По-прежнему три Молотова. Агрессивно. Симпл все-таки получает Молотов под ноги. Ой-ой-ой. Но это уже не первый раз. Эдвард с гранатой погибает за последние раунды четыре. Обидный минус от Диди. Ну и просто он на ровном месте происходит. Четыре фрага до победы в этом матче. Вот опять же, это самая главная проблема в каждом раунде. Энтри килл для китайцев. Ты в меньшинстве, четыре фрага и игра проиграна. Ух. Привыкают к стилю игры Эдварда. Понимают, что всегда он в близкую играет на шарте. Иногда даже любят поджимать. Его просто ждут. Вот играют на миде для того, чтобы в первую очередь забрать Эдварда. Просто для сравнения мы видели, как китайцы здесь тимплейно действуют. И вдвоем, и втроем. Ну вдвоем в целом против шарта редко кто действует. Тут китайцев можно за это отдельно похвалить. Но пока Симпл играет на Пронахсе. Интересно, насколько агрессивно он будет здесь действовать. Пока же мы видим, китайцы точно собираются на Б выходить. Да, это серьезная заявочка. Потому что вот парень в коннекторе, он может сейчас стянуть АВИК. Посмотрим, конечно, как по таймингу получится. Кто первее. Ой-ой-ой, закрыто смотрят ребята. И Б. А пошел. Выход первый уже пропрыгнул. Симпла никто не чекает. Саша жмет, топит. Полупустой. Бомба падает, выбивает двоих. Красавчик. Его меняет сам Бадди. Фанси забирает Флейми. И это 3 в 2. И снова агрессия на кухне. Сейз остается один. Помочь ему может только тот факт, что информации о нем никакой нет. Но Сейз не делает свой выстрел по машине. И это победа команды Тайлу в первой же встрече в рамках этих лан-финалов. Стар серии второго сезона. Сэлла Элик, леди и джентльмены. И только что Тайлу одержали победу над командой Натус Винсера. Которые в своем новом составе поражений в официальных матчах еще не получали. Которые по обновленному рейтингу по-прежнему в топ-пятерке. Четвертое место мирового рейтинга у Натус Винсера остается. И вот приехали ребята из Тайлу в первом же матче. Показали, что они здесь не туристы на этом чемпионате. То, что они будут биться. И, конечно же, их стоит уважать и опасаться. Очень интересные события далее будут в этой группе С. Но это уже завтра, друзья. Сегодня события из группы С. У нас датское дерби, конечно же. Хероик против Астралис. Ну и, конечно же, матчи группы Д. Первые туры тоже все это дело мы сегодня посмотрим. Но, вот честно, Na'Vi провалили первую половину. Отличная защита от Тайлу. И, конечно, в следующий раз китайцам будет очень тяжело играть в Мираж. Все уже понимают, где же их слабые места. Но ребята понравились. Очень классно сыграли. Вот здесь, я думаю, никто не скажет, что это была просто какая-то удача. Где-то там Na'Vi. Здесь абсолютно по делу. Абсолютно по делу китайская команда одержала победу. И действительно показали красочную игру. Нестандартный подход, в первую очередь, как к атаке, так и к защите. В общем, азиатский стиль, что и говорить. Ну что, интересно, что скажут ребята из команды Natus Vincere. Я думаю, будет появляться периодически интервью с этими игроками. И в своих социальных сетях ребята будут писать, что же пошло не так. Но мы видели, что вот как-то не собрано немножечко выглядели ребята. Может быть, это вот фактор той самой первой игры, которая не всегда заходит у Natus Vincere. Но, в общем-то, матч был действительно очень интересный. Не знаю, друзья, судите сами, в чем проблема у Natus Vincere. Пишите в нашей группе ВКонтакте. Мы тоже туда будем заглядывать и отписывать вам в комментариях. Ну а совсем скоро, конечно же, с удовольствием послушаем нашу студию аналитики. Через небольшую паузу мы, в принципе, с Лениным совсем скоро к вам вернемся уже со следующим матчем. Е-гейминг-бетс. Ставки онлайн для всех поклонников киберспорта. StarCraft 2, Overwatch и CSGO, Dota 2 и Hearthstone. Выбирай. Экспресс-сенаряд событий или лайв-ставки на игру, которую ты смотришь сейчас. Разбираешься в Dota 2? Сделай прогноз на пики и банды команд. Играешь в CSGO? Предскажи количество раундов в конкретном матче. Ежедневные квесты для всех участников проекта и лучший выбор платежных систем. С 2011 года более 600 тысяч пользователей делают ставки на все самые интересные события онлайн. ЕГБ КОП. Ты точно знаешь, кто победит. Это высокие шансы на победу. Несколько комнат с различными режимами игры. Ежедневно более тысячи игр. Пяти тысяч игроков. Двадцати пяти тысяч разыгранных вещей. Тебе не нужно много скинов, чтобы стать победителем. Двадцати пяти тысяч разыгранных вещей. Двадцати пяти тысяч разыгранных вещей. Дота 2 и Хардстоун. CSGO и Старкрафт. Самые масштабные соревнования в истории киберспорта среди национальных команд World Electronic Sports Games. Чемпионат мира с общим призовым фондом в 4,5 миллиона долларов. Регистрация для регионов Европы и СНГ открыта. Финал из 6 по 9 октября в Киеве, Украина. Выиграй свой слот для участия в финале чемпионата мира. Регистрируйся прямо сейчас.